А мы, он говорит про себя, мы говорим Аллаху Акбар, Аллах Велик, Ахмад Сила. Не говорите вы так, Иудов. Смотри, Иудов, как говоришь лично ты. Все, бойцы, удачи вам. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Ахмад! Сила! П нести, Иудов, как говорится. Ты все время обсуждаешь, отвечаешь за некоторых людей и народов, можешь сказать лично про себя и какую пользу приносил сам для своего народа и стране. Главное не приносить вреда, дорогой мой друг. Пользу пусть оценивают люди, а ты, главное, не приноси вреда, и это уже будет от тебя огромная польза. Так, я хочу начать этот эфир с небольшой няшности. У меня появился новый питомец. Это маленький серый комочек жизни. Мои подписчики, мои патроны с Патреона, они в курсе. Я выкладывал его, делал публикацию. Вообще, патроны первыми узнают все новые события, новости из моей жизни. В общем, это не значит, что мы прощаемся с Рыжим. Он как бы в дополнение к Рыжиму, не на замену. Я членов семьи не бросаю. Это вообще боевой товарищ у меня, Рыжий. А это просто дополнительный такой друг у него будет теперь. Маленький серый дружок. В том, что смотрю эту эфир, и когда еду на работу, чтобы скучно не было. Отлично. Это хорошее, кстати, занятие во время длинной дороги смотреть что-то интересное. Я тоже так делаю. Вот, например, как раз на днях я ехал, и я специально оставил дорогу посмотреть интервью Тинькова-Дудю. Когда у тебя длинная дорога, и тебе нужно как-то на что-то отвлечься. Вообще-то, очень хорошим методом преодолевания незаметно больших расстояний, и при этом не засыпать. Если ты хочешь спать, 100% действенное оружие против сна. Это сейчас лайфхак, можете записать. Это чат в Телеграме. Запускаете голосовой чат в Телеграме. И там моментально, даже если вы очень хотели спать, там очень быстро вас приведут в чувство. Потому что обязательно найдется какой-нибудь чувак, который какую-нибудь дичь протолкнет в эфире. Обязательно кто-то с кем-то поругается, ты начнешь нервничать. Когда ты начинаешь нервничать, у тебя весь сон пропадает. И, короче, это очень хороший такой способ в дорогу. А так, если ты спать не хочешь, но тебе хочется как-то незаметно, чтобы дорога прошла, и посмотреть что-то интересное, то лучше оставлять что-то длинное. Часовые, двухчасовые какие-то интервью, какие-то видеоролики. Лучше оставлять на дорогу. Это хороший метод. Так. Иудов, давненько я к тебе не обращался, тебя не трогал, так сказать. Ты мой старый дружок, поэтому давай мы сейчас снова вернемся к тебе. Ты тут недавно на одной из передач на ЧГТРК «Грязный» рассказал о том, как якобы мы, имея в виду всех нас, мы якобы поддерживаем украинцев. И что мы при этом говорим, какие у нас лозунги и какие они у вас. Давайте посмотрим небольшой отрывок из высказывания Иудова. Мы против войны. Слава Украине! Слава Аллаху! Аллаху Акбар! Ахмад Сила! Мы против войны. Слава Украине! Говорят, говорите вы, он обращается к нам, типа мы так говорим. А мы, он говорит про себя, мы говорим Аллаху Акбар! Аллах Велик! Ахмад Сила! Не говорите вы так, Иудов. Вы так не говорите. Вы не говорите Аллаху Акбар! Ахмад Сила! Я тебе сейчас покажу, как вы говорите. Я тебе продемонстрирую. Я тебе покажу один твой ролик, но я тебе такие могу показать сотни. Как вы это говорите. И лично ты, и любой из вас. Что для вас первичнее, что для вас вторичнее. Смотри, Иудов, как говоришь лично ты. Те бойцы, удачи вам. Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Ахмад! Сила! Аллаху Акбар! Вот так вот говорите вы, Иудов. Ты говоришь трижды, ты говоришь трижды Ахмад Сила, и потом ты говоришь Аллаху Акбар. И признаюсь, я был бы рад, если бы вы этого не говорили. Если бы вы вообще никак не причисляли себя к этой религии. Я был бы рад, если бы вы повесили на свои шеи кресты, откровенно исповедовали бы неверие. Я был бы рад, я был бы рад, если бы вы не носили бороды. Я, меня от вас уже тошнит, понимаете. Вы, если бы эта борода не была бы частью моей религии, то, в Аллахе, чтобы отличаться от вас, я бы ее убрал. Настолько у меня ненависть к вам. Настолько не хочется быть вообще никак на вас похожим. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы нигде, чтобы у нас ни внешне не было пересечений с вами, ни внутренние, ни в какие наши высказывания, чтобы не пересекались. Я был бы рад, если бы вы не говорили бы даже там в конце Аллаху Акбар. Но вы говорите это именно в конце. Потому что для вас первичнее сказать, что Ахмад это сила, причем трижды это повторить, а потом где-нибудь так аккуратно сказать. Ну вот, ну и Аллаху Акбар на всякий случай. Давайте мы, чтобы все думали, что мы мусульмане, нам ведь нужно позорить ислам. Мы ведь должны показать этому миру, что вот ислам, якобы он, вот такой вот плохой. Поэтому давайте мы будем причислять себя. Вот что для вас первичнее и что для вас вторичнее. Для вас первичнее ваш Ахмад. Для вас первичнее ваше предательство. Для вас первичнее Путин, его унитаз. Для вас первичнее Россия, ее конституция. Для вас вторичнее Всевышний Аллах. Для вас вторичнее религия, ислам. Для вас вторичнее чеченский народ, чеченская государственность, чеченские проблемы, чеченский язык, который вымирает. Все это для вас вторичные, троичные, десятиричные проблемы, до которых вам нет дела. Для вас первичнее сказать, что Ахмад это сила, потому что тот, кто оценивает вас, тот, кто оценивает вашу лояльность, тот, кто платит вам щедро за вашу лояльность, за ваше предательство, ему неинтересны ваши выкрики «Аллаху Акбар», чеченские проблемы, чеченский язык. Ислам и прочая вещь, им это неинтересно, им важно, чтобы вы показывали свою преданность, как псы, чтобы вы ее постоянно демонстрировали. Поэтому вы не говорите, вы не говорите «Аллаху Акбар» и «Ахмад сила», вы говорите трижды «Ахмад сила» и потом только говорите «Аллаху Акбар». Что касается нас, мы как раз таки говорим «Аллаху Акбар», Иуда. Это мы говорим. Мы говорим просто «Аллаху Акбар» и больше ничего. Мы говорили это еще в 90-х, когда выходили против России и против ее сателлита вроде вас, подобных песиков, предателей. Это был наш лозунг. Мы так скандировали, мы так кричали. А такие, как вы, кричали «Ура!». Потому что это клич российской армии, но не чеченской армии. Кличем чеченской армии всегда было «Аллаху Акбар», кличем мусульманской армии является «Аллаху Акбар». Поэтому это мы говорим «Аллах Велик» с этими словами. Мы воздаем хвалу величия Аллаху и никого не приравниваем к этому. Так что это вы на первое место ставите все, что угодно, кроме «Аллаху», кроме нашей религии, кроме нашего народа, нашей государственной жизни. Больше не говори подобной, не неси подобной ереси, Иуда. Хорошо подумай, прежде чем делать подобные высказывания. Хотя лучше говори. Все равно ты будешь об этом говорить, и все равно мы будем тебя опровергать. Так что еще увидимся на этих площадках. Бывай! Субтитры подогнал «Симон»